В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание Международного наблюдательного совета. Он был создан с целью реализации проекта научного центра мирового уровня по стратегическим направлениям технологического развития в России. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня мы рассмотрим работу центра в 2020-2021 годах. В августе 2020 года стало известно, что Казанский федеральный университет выиграл конкурсный отбор на создание научного центра мирового уровня. По приоритетному направлению – экологически чистая ресурсосберегающая энергетика, эффективное рациональное использование недр и биоресурсов. Создание НЦМУ было инициировано ректором университета Ильшатом Гафуровым. Данный центр среди 10 поддержанных центров получил максимальный балл Совета по господдержке создания и развития НЦМУ. Победа в этом конкурсе была итогом большой многолетней работы, проведенной университетами. И в отношении Казанского университета, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить вас, руководитель нефтяных и сервисных компаний, за всестороннюю поддержку, что и позволило Казанскому университету в этой новой длиной особости, в этой самой передовой позиции не только в России, но и в мире. На данный момент около 40% поступлений в бюджет страны – это нефтегазовые доходы. В стране и в мире в целом остается актуальной задачей управления запасами углеводородного сырья. Большинство новых месторождений требует больших вложений. Все эти перечисленные факторы определили стратегию работы центра. Не осталось без внимания и темы подготовки молодых специалистов. Кадры – это наше все. Мы над этим очень серьезно работаем, собираем молодые таланты со школьной скамьи. Уважаемый Рустанов Игоревич, полевая геологическая олимпиада, которая ежегодно проходит в республике 2014 года, при вашей личной поддержке, поддержке Татнефти, малых компаний и Министерства образования и науки в республике, дает свои плоды. Лучшие ребята поступают к нами. Сегодня уже среди наших аспирантов есть бывшие участники, победители этой олимпиады. По направлению прогнозирования нефтегазоносности крупных территорий была разработана технология, основанная на комплексе современных и уникальных методик. Она используется для территорий, на которых практически нет данных. Только спутниковые снимки, данные геологических съемок, рельеф и спутниковая графика. Технология позволяет отбраковывать территорию с минимальной перспективой на нефтегазоносность. Эта технология сегодня уже применяется для решения задач компании «Газпром», «Газпромнефть». Уважаемый Руслан Григорьевич, вы не так давно подписывали стратегические соглашения с университетом «Газпромом», в рамках которого уже проведены работы по Восточной Сибири, в Красноярском крае, в Якутской области в прошлом году. И вот в этом году начались работы в Якутии на шельфах Сахалина и Камчатке с использованием элементов данной технологии. В Казанском федеральном университете создана уникальная лаборатория с высокочувствительными масс-спектрометрами для тяжелых изотопов, которые позволяют реконструировать тепловую историю бассейна. Это единственная в своем роде лаборатория в России. Сегодня ее услугами пользуются не только российские, но и зарубежные компании. В частности, мы недавно выполнили большой проект для Роснефти по Карскому морю и по прилегающим территориям. Результаты очень интересные оказались, и мы продолжаем работу в этом направлении с Роснефтью. И сегодня присоединяются другие, в том числе и зарубежные компании. Изменения планового объема финансирования в случае НЦМУ оказались несущественными. Порядка тысячи рублей в меньшую сторону на фоне 2,5 миллиардов. Предлагается внесение изменений сразу в три таблицы программы, а именно информацию о финансовом обеспечении программы создания и развития центра, включая размеры финансовых средств, предоставляемых на цели с федерального бюджета в небюджетных источниках. Далее исчерпывающие перечень направлений расходных средств гранта и перечень участников центра, претендующих на предоставление гранта и предложения по распределению средств гранта между такими участниками. В конце встречи президент Татарстана Рустам Мениханов обратил внимание на одну из главных целей НЦМУ – повышение конкурентноспособности среди других компаний. Для этого необходимо извлечь опыт из деятельности ведущих мировых научных центров. Надежда Мещерякова, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Андрей Багаудинов, Вячеслав Василенко, Универньюз.